Всем привет! В этом видео я покажу как установить драйвер видеокарты от производителей AMD, Nvidia и Intel, как переустановить драйвер и как выполнить установку без лишних компонентов, а также какие действия нужно предпринять перед установкой драйвера для успешной его установки на компьютер. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если говорить о драйверах видеокарты, то можно сказать, что пользователи компьютеров делятся на две части. Те, которые используют драйвера, встроенные в операционную систему, и те, кто устанавливает драйвера с официальных сайтов производителя. Для современных операционных систем Windows зачастую не нужно устанавливать драйвер видеокарты, так как они уже входят в состав системы или загружаются при ее обновлении. Но если вы любитель поиграть в современные игры, то вам просто необходимо будет установить новые драйвера, так как для современных моделей видеокарт новые драйвера выпускают почти каждый месяц, а они в свою очередь значительно могут улучшить ее работу и производительность. Прежде чем приступать к установке драйвера видеокарты, вы должны узнать ее производителя и модель. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по экрану рабочего стола и выберите «Параметры экрана». Затем откройте «Дополнительные параметры дисплея» и здесь вы найдете эту информацию. В некоторых случаях может понадобиться переустановка драйвера, к примеру, после его установки у вас возникли проблемы в работе видеокарты, которых ранее не наблюдалось. Для того чтобы удалить драйвер в большинстве случаев достаточно стандартной утилиты для удаления. Но бывает и такое, что удаление драйвера не может завершиться или прервалось из-за сбоя, причину которого устранить не получается. В таком случае вам поможет стороннее приложение Display Driver Uninstaller. Ссылка на него будет в описании. Эта утилита найдет и удалит все установленные драйвера для видеокарты в независимости от ее производителя. Достаточно скачать ее себе на компьютер и запустить. Разработчик рекомендует запускать ее в безопасном режиме, но в процессе тестирования она довольно хорошо справилась с их удалением и в обычном режиме. А если вам в обычном режиме удалить драйвер не удалось, запустите ее в безопасном. Как загрузить компьютер в безопасном режиме смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Здесь выберите ваше устройство, как видите с ее помощью можно удалить не только драйвер видеокарты, а еще драйвер звукового устройства. Данная программа имеет три режима удаления, удалить и перезагрузить. Рекомендуется использовать именно этот режим. Удалить без перезагрузки, при котором могут возникнуть некоторые проблемы с изображением. И если вы меняете видеокарту, выберите режим удалить и выключить. Еще здесь доступна дополнительная функция для включения установки драйверов через Windows Update по умолчанию. А в окне параметров есть возможность включить удаление 3D TV, Physics и других компонентов, а также временных папок NVIDIA и AMD, которые создаются при установке драйверов. Еще в этом меню вы можете активировать в опцию «Включить диалоговое окно безопасный режим при запуске программы». И при следующем запуске программы вам на выбор будет предложен режим запуска – нормальный или безопасный. Если выбрать безопасный режим и нажать «Перезагрузиться в безопасный», система сразу же перезагрузится и загрузится в безопасном режиме. Но прежде чем удалить драйвер, настоятельно рекомендуется скачать его с официального сайта производителя. Ссылки на официальные сайты производителей NVIDIA, AMD и Intel вы найдете в описании. Как и говорил ранее, перед установкой вам нужно было узнать ее модель, а еще версию и разрядность операционной системы. Затем на основе этих данных выбрать подходящий вам драйвер и скачать его. По завершению закачки можно спокойно удалять старый драйвер. Для этого откройте утилиту для удаления и выберите подходящий режим. Я выберу без перезагрузки, чтобы наглядно показать процесс. Вам же рекомендую первый пункт. После сразу же начнется процесс удаления. А по завершению здесь появится надпись «Полное удаление завершено». Теперь можно приступать к установке драйвера. Запустите скачанный файл. Программа спросит, куда временно разархивировать данные для установки. Соглашаемся с предложенным вариантом, заодно запомнив это место, так как временные файлы после установки можно будет безболезненно удалить, избавившись от почти гигабайта ненужных файлов. Распаковка займет некоторое время, после чего автоматически запустится мастер установки. Он проверит систему на совместимость и если вы скачали неподходящий драйвер, установка прекратится. А если все в порядке, начнется установка. В ее начале вам будет предложено два метода установки, быстрый и пользовательский. Если вы хотите установить драйвера со всеми дополнительными компонентами, выберите быстрый, а если эти компоненты вам не нужны, пользовательский. Если вам не нужна установка дополнительных компонентов, которые входят в состав пакета с драйверами, то на начальном этапе установки нужно будет выбрать пользовательскую установку. И далее снять отметки с ненужных вам компонентов. По завершению установки перезагрузите систему. Процедура установки софта для разных моделей видеокарт от производителей Nvidia, Radeon и Intel примерно одинаковы. Поэтому не обращайте внимания на модель представленную в этом видео. Этот метод подойдет как для старых, так и для более новых моделей. А если вы не уверены какие компоненты устанавливать, выберите значение по умолчанию и доверьтесь программе-установщику. И в заключение скажу, что обновлять драйвера для видеокарты желательно как можно чаще, если вы используете одну из современных моделей. В других случаях достаточно будет драйверов, которые входят в состав операционной системы. Скачивать их следует только с официальных сайтов. А перед скачиванием нужно знать модель карты и версию операционной системы. Что касается процедуры скачивания и установки, как видите она довольно проста. А на этом все, напишите в комментариях помогло ли вам данное видео решить проблему и с какими трудностями вы столкнулись. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.